Приветствую вас, Татьяна. Традиционно то, что вы описываете, связано с проблемами личной границы. То есть, если вам сложно очертить свои границы в отношениях, если вам сложно отделить себя от другого человека, ну так, гипотетически, условно, то вы будете бояться близких отношений. Почему? Потому что в близких отношениях есть такой набор, можно сказать, характеристик, как ужаснимость, слабость, зависимость и тенденция, если такое есть, то тенденция к растворению в другом. То есть, вот это всё присутствует. И на мой взгляд, на мой взгляд, это, ну, как бы история о том, что вы в глубине души, в глубине души подозреваете, вы в глубине души подозреваете, что может быть, может быть, может быть, если вы вступите в отношениях, да, то вы очень быстро, ну, как бы растворитесь в другом человеке. Вот. И на мой взгляд, это, вот, один из таких ключевых достаточно аспектов, вот, потому что, ну, человек боится близких отношений. Вот. А иногда, иногда это может быть, в том числе, связано с тем, что вы боитесь, что вас бросат. Ну, такой, вот, такой вот фонетный страх, да, то есть вы хотите в отношениях, там, ну, грубо говоря, чувствовать себя, там, не знаю, защищенной, чувствовать себя важной, значимой, вот. Вы хотите в отношениях для себя что-то получили, получить, вот. А, ну, как бы, ваш опыт, он говорит о том, что в отношениях для себя довольно-таки не... А, ну, довольно-таки нестабильно. Вот. Нестабильно. Получается. И это может вас напрягать. Вот. Может вас напрягать и другие вещи, например, по типу того, да, например, что вы, там, ну, не проявляете себя так, как вам, вот. А, так как вам, ну, не знаю, хотелось бы, например, то есть вот так, как вам, а, ну, как вам, а, нужно, если, вот. Может быть, может быть, может быть, может быть, история, история, может быть, она, ну, связана как раз вот с этим, вот. Может быть, может быть, есть и какие-то вот другие моменты, вот, которые, ну, которых, о которых вы, там, не замечали, и так далее, вот. Поэтому, поэтому мне кажется, вот, что нужно исследовать, что вас напрягает в этом... Ну, вот. В отношениях, да, можете поисследовать, что вас нервирует в отношениях, и, соответственно, уже с этим что-то делать. Вот. Как правило, это страх лишних границ, страх быть брошенным, одиночество, вот. И, вероятно, ну, некоторая такая вот неуверенность в себе, да, то есть подобрение на то, что, что с вами, там, что-то не так, что вы, там, какая-то не такая, ну, прочее-прочее-прочее. То есть вариантов достаточно много. Вот. Понятно, что есть ещё другие варианты, но вот основные варианты, они, как правило, такие-такие. Поэтому я здесь могу сказать вам только в общих чётах. Вот, то есть, ну, понятно, что, там, при, например, более плотном разговоре с вами можно будет уже что-то сказать. При более конкретном диалоге с вами можно будет уже что-то, ну, что-то конкретное увидеть, что-то, что вам откликнет, откликнет-то. Вот. Что касается интимной сферы, то здесь момент связан с безопасностью, то есть вот, ну, безопасность защищена того, что вы в безопасности, как правило, в этом случае возникает желание. Вот. И некий такой архетип, который вам нужен не только для интимной сферы. Вот. Такая вот история. Ну, и ресурс. Это тоже то, на что нужно обратить внимание, потому что стоит исследовать, есть ли у вас возможность человеку в отношениях что-то давать. Или вы настолько напряжены, например, что он не может, не может человеку ничего дать, не можете человеку ничего предложить, не можете, не можете, ну, отдавать ничего в отношениях. Это важно. Важно, чтобы в отношениях вы отдавали. Но отдавали то, что у вас избытки, то, чего у вас достаточно, а не то, что нужно другому. Поэтому это тоже очень важный момент. Получается, бывает так, что люди требуют от себя, от себя там отдавать, ну, не знаю, что-то конкретное. Вот. И, соответственно, в этом тоже может быть проблема. Вот. Поэтому вариантов здесь довольно много. Вот. И, соответственно, это нужно поисследовать. Пока что вы только гадаете, пока что вы только предполагаете, нужно разбираться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Вот. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Всё это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...